с божьей помощью скоро будет шабот и очень многие будут наверно кушать всякие молочные вкусные пряности и я хотел поэтому обсудить законы какие благословления когда надо говорить перед едой после еды основные есть два основных благословения которые надо знать это на мучные изделия говорят были именно мезонис и на простое молоко ассе и нас такие изделия обычно говорят шааколь здесь что возможно произойдет что иногда возбавят коржики с молочной начинкой обычно что происходит когда есть мезонис то есть если что-то в этой коржах есть обычно говорят только одну броху надо просто сказать если у нас есть вареники у нас есть например блинчики очень вкусные несмотря на то что в блинчиках есть даже очень много начинки но учитывая что считается главное это все таки мучное причем все это сделано то есть само тесто мы говорим из оймис и не надо отдельный брох говорить на любую начинку иногда может быть ситуация что сделали что-то просто из творога хотели сделать тоже назвала сырниками основа их этот сам творог и может быть сметана и добавляет немножко муки просто чтобы она держалась так если эту муку просто добавляют чтобы она держалась вместе тогда мы говорим просто шааколь если муку добавляют не только чтобы она держалась но и для вкусовых для каких причин тогда мы говорим из оймис это тоже играет большую роль часто надо хозяйку спросить из чего это сделано еще интересный момент может быть пирог в зависимости в какой стране вы живете или это называется чистка называется угаг вина и тут играет роль сколько там сыра творога сколько корочки иногда бывает что там очень много теста и тоже много творога но на самом деле там и того и того есть много тогда можно сказать просто мизойность и больше не надо говорить однако если у вас бывает такой торт иногда там тонкая корочка тесто и кто-то на белое очень вкусно там наговорить две броши надо сначала сказать на корочку мизойность и потом мы делаем шааколь на начинку еще хотелось бы упомянуть после того мы это все съели с божьей помощью брохо охройного для того же сказать брохо охройно после мучного там таки надо съесть обычно тесто казались то есть если вы просто съели вот этого тартар то я вам сказал там чуть-чуть просто было корочки но в основном был сыр учитывая что очень мало теста съели вам надо просто сказать брохо после мучных изделий на заключение хочу напомнить что некоторые ручные изделия и заключается есть такой вопрос или можно даже на них надо мыть руки и говорить о мойцы например пицца это большой это теория на самом деле отдельного урока если мы много пушим пиццы или тоже может быть конденсор там добывает тесто с немножко начинки но тесто когда не сладкое тесто именно тесто чтобы насытиться желательно эти вещи кушать в какой-то трапезе а не просто так в любом случае я желаю вам всем приятного аппетита хорошего шивота и до скорого свидания всего хорошего